А теперь, дорогие коллеги, рассмотрим ход выполнения задачи размещения контента в онлайн-курсе на примере одного из преподавателей, строка Евгении Ивановны. Обратите внимание, как я выстроил вариант формирования структуры курса. После форума от преподавателя идет блок «Сведения о курсе». Здесь есть и назначение курса, и программа повышения квалификации, сведения о преподавателе. Но обратите внимание, что я везде ввел ограничения. Например, сведения о преподавателе будут доступны только после просмотра видеоинструкции. Кодекс чести будет доступен только после того, как он познакомится с преподавателем и так далее. Этот же прием я применяю и для доступа в разделы этого сайта. Например, введение будет доступно студенту только после того, как он познакомится в форуме с участниками курса. Везде есть инструкции для обучаемого. Это уже моя задача. Кроме того, здесь в вводной части в «Сведения о курсе» преподаватель готовит словарь терминов, которые будут использоваться в дальнейшем в ходе занятий. Очень важно распределение баллов и политика оценивания курсов. Для чего я это делаю? Вся активность, которую проводят обучаемый на сайте, для него является мотиватором, чтобы получить доступ к итоговому экзамену. За каждый вид активности он видит, сколько баллов должен получить. Даже за посещаемость на вебинарах. Даже за прохождение входного тестирования. Цель которого, коллеги, создать мотивацию. Лучше осознать свою задачу в этом курсе. Добиться максимального эффекта с эффектом экономии усилий и для преподавателя, и для обучаемого. Приветствуется участие в консультационных форумах по каждой теме. Я в каждой теме предложил создать консультацию по теме 1 и так далее. Причем консультация по теме 1 также недоступна, пока он не просмотрит определенный контент. При этом прохождение стажировки имеет гораздо большую значимость. Итоговый экзамен еще большую значимость. И критерий освоения программы получить не менее 60% от максимальной суммы баллов. В то же время, еще один мотиватор, который я здесь предлагаю применять, это 95% и больше результат за обучение получают поощрение от руководства Аноды по Мособлгаз. Какое поощрение я пока не знаю, но я думаю и грамоты, и может быть и другие виды поощрения также будут мотивировать обучаться в этом онлайн курсе. В структуре каждой темы указана ее продолжительность согласно программному обучению. Ссылка для участия в вебинаре по расписанию здесь пока еще его нет. Даты будут указаться конкретно, они будут ходить и заниматься. Будут смотреть контент и по каждому контенту могут скачать презентацию. Вот так подготовлен вариант контента от преподавателя. В данном случае это презентация, которую можно смотреть на смартфоне, на планшете без скачивания. Здесь имеется кнопочка развернуть во весь экран и вот так вот можно будет перелистывать слайды. Аналогичный контент подготовлен по всем темам. В качестве пожелания, сейчас это не обязательно, можно будет в дальнейшем рассмотреть цель занятия, структуру занятия. Она не всегда вами отрабатывается, вы даете просто полосу какой-то информации, текстов и картинок без введения, без заключения, без структурирования. Но на данном этапе я не делаю на этом большой акцент. И по каждой теме проводится тест, который также доступен после просмотра содержания этой темы. И так вот мы видим по всем, по всем темам подготовлен в принципе неплохой визуальный и текстовый контент без видеороликов. На данном этапе сейчас это не актуально, мы к этому вернемся попозже. Но все-таки я бы настоял и вам бы помог, прежде чем начинать курс, они посмотрят, приветствуют преподавателя к слушателям. Цель этого приветствия, я пишу здесь, создать мотивацию и интерес к обучению, создать доверие к преподавателю. Потому что онлайн это все-таки не живая природа, а мы говорим о том, что не хватает живого обучения. Это все делал я, создавал, получал, связывался с преподавателем, задавали друг другу вопросы, уточнения. И вот таким образом идет ход работы над данным курсом. Я рекомендую вам применить этот опыт. Согласно программе обучения имеется и производственное обучение, за которое выставляется оценка мастером или передается мастером для того, чтобы включить сюда в этот итоговый сводный отчет. И итоговый контроль в данном случае по программе это собеседование по билетам. Автоматически при получении минимального значения оценок текущего балла выдается электронный сертификат. И в конце опрос, ваше впечатление о результатах обучения, опросник где-то на 30-40 секунд. Там будет несколько легких вопросов. Итого 130 часов согласно программе здесь реализовано. Высылайте ваши материалы, ваш контент. Обращаю ваше внимание, что пожалуйста присылайте не просто какие-то файлы, которые имеют непонятное назначение, а к какой теме, к какому блоку они относятся, чтобы я быстрее это выполнял. Спасибо за внимание еще раз. До встречи.